Невыполнимые контракты социального строительства региона под угрозой. На работу на велосипеде. Возможно ли всероссийская акция в Барнауле? Спустя полвека в Алтайском музыкальном театре ставят балет. Барнаульские перевозчики планируют повысить тариф на перевозку пассажиров на маршрутах номер 18, 27, 58 и 144. 7 июня предлагаемая цена билета 28 рублей. Перевозчики уже обратились в мэрию. По их словам, рост необходим для обновления транспорта, да и на расходные материалы цены выросли. Вот именно «Газель Сити» стоит 3 миллиона. Плюс полностью оборудование ее, это видеофиксация в салоне и снаружи. Плюс табло для улучшения пассажиров, чтобы объявляли остановки. Согласно законодательству, то есть два вида тарифов. Это регулируемый тариф, цены на проезд устанавливаются либо государственным органом власти, либо муниципалитетом с предоставлением всех льгот на проезд. По нерегулируемому тарифу, согласно федеральному закону номер 220 ФЗ, перевозчик сам вправе устанавливать стоимость проезда. По словам перевозчиков, стоимость не повышали 3 года, и федеральный закон позволяет им это сделать. К слову, всего же по нерегулируемым тарифам в Барнауле работает 22 маршрута из 82. Депутаты изменили подход к выборам в региональный парламент и существенно увеличили избирательный фонд для кандидатов. Какие еще нововведения приняли депутаты, знает Дмитрий Дроздов. Грядущие выборы будут отличаться, и существенно сегодня краевые депутаты решили, всем, кто будет баллотироваться в Алтайское краевое законодательное собрание, стоит увеличить избирательный фонд. Партиям до 120 миллионов рублей, до этого было 40, а одномандатникам с 2 миллионов до 6. Все, чтобы повысить прозрачность компаний. Теперь порядок применяемых к агитации, изготовлению агитационных материалов применяется и к агитации в сети интернет. Дополнительный параметр установит Центральная избирательная комиссия, но в целом эта система будет упорядочена. У избирательной комиссии Алтайского края появится возможность обращаться в Роскомнадзор, для того, чтобы неправомерные материалы блокировать. А следующее нововведение повлияет на судьбу гораздо большего числа жителей. Речь о прожиточном минимуме. Их раньше его формировали с учетом потребительской корзины, то теперь опираться будут на размер доходов. Базовая сумма – это средняя величина доходов в Российской Федерации. Это значит, что половина населения нашей страны имеет доход выше этой суммы, половина ниже данной суммы. Умноженная на 42% от медианной величины – это прожиточный минимум. Плюс также учитывается региональный коэффициент. И еще один денежный вопрос. Итоги 2020 года для счетной палаты. Больше 100 проверок выявились в финансовые нарушения на 3 миллиарда рублей и неэффективное использование на 500 миллионов рублей. Как в муниципальных, так и в краевых учреждениях. Но, как подчеркнули в счетной палате, в том году нарушений меньше обычного в связи с пандемией. Сама сумма выявленных нарушений для нас не является самоцелью. Мы все-таки ищем такие более системные моменты с тем, чтобы сориентировать правительство, в первую очередь, которое мы считаем своим союзником в деле укрепления финансовой дисциплины, и помогать в этом смысле правительству, для того, чтобы оно получило некий такой взгляд чуть со стороны на деятельность тех или иных министерств, ведомств, либо бюджетополучателей. Отчитался за год и уполномоченный по защите прав предпринимателей Андрей Осипов переход на маркировку для производителей мороженого с 1 июня. К этому ни в крайне в России никто не готов. Нет необходимого оборудования. Но в наш регион оно уже идет, заверил уполномоченный. Дмитрий Дроздов, Дмитрий Денисов. День с толком. Строители неохотно соглашаются на возведение школ и детсадов. В Барнауле прошел круглый стол проблемы в строительстве социально значимых объектов в Алтайском крае. Там пытались найти пути решения, и, как ни странно, в главном строители и чиновники сошлись. Вот только выводы не были утешительными. Все рассказывают и говорят, а мы вот пойдем в светлое будущее. Вот оно настало. Строить детские сады и школы все нужнее, и в то же время все сложнее. Строиматериалы повторяют рекордные ценовые скачки. Но поменять с учетом этого стоимость контрактов для уже строящихся по госзаказу школ нельзя. Выходит, строители должны работать в убыток. Сколько мы можем банкротить подрядчиков? Мы с ними идем много-много, уже более 30 лет. Вы посмотрите, мы потеряли всех крупных. Сколько мы писали писем. Но почему нельзя прислушаться? Прислушиваться надо к низам. К низам. Никто наверху за нас ничего не сделает. Никому мы не нужны там. Никому. У законодателей была благая идея. Смотреть на нынешнюю стоимость расходных материалов при составлении смет. Только пока реальные цены на утеплитель или вот тот же металл они не отражают. У нас производители и поставщики материалов оборудования просто не дают никакую информацию. Мы понимаем, это, видимо, связано и с базой налогооблагаемой, и с какой-то конкурентоспособностью на рынке. Сейчас в Госдуму направлен законопроект, который позволит менять сумму контракта уже в процессе работ. Но закон пока не принят. И по информации чиновников Минфин России, как и обычно в таких ситуациях, категорически против. Но, как говорит единый заказчик края, иного пути нет. Фактически необходимо признать, что система сметного нормирования, система планированная бюджетная особая, здесь не справилась. То есть не справилась правительство в части удержания роста ЦЭР. Никто не мог сказать, что нельзя расти, но это рынок, это понятно. Но зарегулированная сфера госзаказа не может так быстро меняться. Доходит до того, что подрядчики вообще не соглашаются участвовать в закупках. Бывает, что найти строителей не могут и со второго раза. При этом краю удалось попасть в тридцатку регионов с дифференцированными индексами расчетов. Так что стоимость контрактов можно будет увеличить. Но речь снова о контрактах новых, а не о действующих. И выходит, те, кто начал строительство детского сада год назад, как говорят среди строителей, уже в минусах. То есть системности, анализа, ошибок предыдущих объектов по самая сны нету. Никто не занимается сегодня. Ни Минстрой в силу своих вещей, ни заказчик. То есть сегодня получается ситуация. Выкинули объект, отдали подрядчику. А сейчас это выглядит, знаете, мы нашли просточка, а вдруг прокатит. Вот сегодня, я говорю, еще раз про эту прокуратуру посмотрел, но там только на материалах сегодня, на витражах противопожарных, дефицит бюджета 25 миллионов. 25 миллионов из 400. Масштаб проблемы таков. На сегодня в краевой адресной инвестиционной программе на строительство и ремонт школ, детских садов, больниц и домов культуры заложено 12 с лишним миллиардов рублей. Если создать условия, при которых именно алтайские строители смогут зарабатывать на этих объектах, край получит рабочие места, налоги и, конечно, сами детсады и школы. А пока строители на этом теряют деньги, терять будет и регион в целом. Андрей Дриер, Алексей Фризин. День с толком. 9,5 миллиардов рублей получили алтайские предприниматели в год пандемии. Об этом накануне заявил начальник управления края по развитию предпринимательства и рыночной инфраструктуры. Сейчас в регионе зарегистрировано более 76 тысяч субъектов малого и среднего бизнеса. Александр Евстигнеев выступил перед местными депутатами с докладом о том, как сейчас выживает малый и средний бизнес в регионе. Пандемия, как известно, ударила по многим предпринимателям. Сотни ИП прекратили свое существование, несмотря на меры поддержки. В частности, это и кредиты по 2%, их получили 3,5 тысячи бизнесменов, и субсидии на неотложные нужды, и беспроцентные кредиты на зарплату. Кстати, только субсидии на покупку средств дезинфекции составили почти 88 миллионов рублей. Мы все понимаем, что негативные последствия пандемии вносят отложенные эффекты, и сейчас мы видим еще и до сих пор все последствия. Поэтому считаю, что все эффективно зарекомендовавшие от себя инструменты в поддержке бизнеса необходимо сохранить, а также продолжить работу по снижению с лишним административных барьеров. Напомним, прошлым летом в регионе ввели налог на профессиональный доход. Так вот, меньше чем за год число самозанятых в регионе выросло до 17,5 тысяч человек. В среднем это по 50 регистраций в день. Для сравнения, в июле прошлого года насчитывалось чуть более 2 тысяч самозанятых. По словам экспертов, выйти из тени людей заставляет возможность расширить свой рынок сбыта. Если в качестве примера привести, когда частные кондитеры, занимающиеся выпечкой в домашних условиях, были ограничены возможностью взаимодействия исключительно с физическими лицами, сегодня они расширили свой рынок, уже взаимодействуя с физическими лицами. Барнаульцам предлагают поучаствовать во всероссийской акции на работу на велосипеде. Вот только желающих пересесть на два колеса в Краевой столице больше не стало. Многих пугает дорога или ее отсутствие. А для некоторых это не акция вовсе, а жизнь. К чему стоит быть готовым и прорабатывает ли в Краевой столице что-то, кроме желания сесть на велосипед? Расскажет Артем Гусельников. Если нет дождя, Михаил едет на работу сам, на велосипеде. Уже 4 года офисный работник летом выбирает для себя такой транспорт. Несмотря на то, что в пути приходится попотеть. Мужчина живет в Новоалтайске, 25 километров, полтора часа и он на работе. В принципе не сильно страшно, но есть несколько моментов на трассе, где есть, скажем так, ответвление для слива воды. Их приходится объезжать прямо близко к машинам. Вот там немножко волнительно, конечно. Главная опасность это внезапно самому грохнуться на дорогу. Я думаю, вот здесь водители могут не среагировать. Кстати, сейчас Михаил еще и автоматический участник акции на работу на велосипеде. Она проходит по всей России. По ее условиям жителям стоит выбирать экологичный транспорт. В Барнауле от этой акции больше велосипедистов не стало. Те, кто и так предпочитал два колеса, продолжают это делать. А новички могут просто бояться наших дорог. Так Михаил попадал в ДТП, на него наехало такси и тогда его спас шлем. По своему опыту мужчина уверен, меры безопасности нужно соблюдать. Особенно у нас, где нет велодорожек. Каждый день я добираюсь на работу на велосипеде и ехать приходится по дороге, либо по тротуару. В первом случае можно попасть под машину, а во втором наехать на пешехода. В 2018 в Барнауле говорили о создании велодорожек на трассе здоровья. Тогда мало кто понял, зачем выделять велополосу в лесу. Чуть позже велосипедистам города выделили место на аллее Исакова и в Изумрудном парке. А барнаульские архитекторы проектируют целую сеть велодорожек и надеются, что мы увидим их лет через пять. И там разные есть варианты сценарии. Можно дублировать основные транспортные магистрали крупные, А можно, например, привязывать велодорожки к экологическому зеленому каркасу города И стараться большую часть дорожек прокладывать через существующие скверы, бульвары, парки. Но важно не только обустроить велодорожки, говорит Максим. Их нужно отделить и от проезжей части, и от тротуара. В качестве разделителя архитектор предлагает использовать зеленые насаждения, Малые архитектурные формы или просто столбики. Тогда снизится и количество аварий. В 2020-м в ДТП попали 60 велосипедистов, в этом году уже пятеро. Двухколесный транспорт – это сезонный транспорт. Водители за зиму отвыкают от присутствия такого транспорта на проезжей части. Он малогабаритный, менее заметный, и поэтому не всегда вовремя успевают заметить велосипедистов. Особенно, когда велосипедисты, нарушая правила дорожного движения, переезжают в проезжую часть верхом на велосипеде, не спешиваясь. А еще обзору мешают припаркованные машины, из-за чего велосипедисты выезжают дальше разрешенной крайней правой полосы. И решить эту проблему можно только с помощью велодорожек, считают в ГИБДД. Так что будьте осторожны на двух колесах, а всероссийская акция на работу на велосипеде продлится пару недель. Артем Гусельников, Дмитрий Денисов, Андрей Печоркин. День с толком. Принимают поздравления. Юбилей отмечает Алтайский промышленно-экономический колледж. Почему в 55 его считают гораздо более продвинутым и современным, чем в 30, и что планируют в самой ближайшей перспективе, расскажем далее. Аудитория английский. Без иностранного современным студентам не обойтись. Разного рода конкурсы, особенно WorldSkills, предполагают хорошее знание языка. Да и выпускникам, экономистам, правоохранителям, IT-специалистам он тоже необходим. Впрочем, как и подобные суперсовременные лаборатории. За Уралом мы единственное образовательное учреждение, которое имеет такую современную лабораторию. Как раз в этой лаборатории могут в полной степени быть выстроены производственные процессы. Наши студенты, имея такое оборудование, максимально приближено к практической подготовке, которая необходима для предприятий Алтайского края. Это сейчас колледж входит в сотню лучших учебных заведений России, и готовит студентов по 14 специальностям и насчитывает почти две сотни преподавателей. В далеком 66-м здесь училось порядка 500 человек. Преподавателей было не больше 40, вспоминает заведующая кадрами Светлана Чагадаева, один из старейших сотрудников. Приняли ее тогда как родную. Мой первый директор, Вячеслав Яковлевич, это уникальный человек, который окружил такой любовью, таким вниманием, и всегда говорил, Светочка, не бойся, не бойся, все у тебя получится. Я тут уже пятый год нахожусь, соответственно, мне все уже как родные, да и я, наверное, для всех как родной. А это уже самый молодой преподаватель об атмосфере в коллективе. Она гостеприимная и душевная. Сегодня была еще и праздничная, и педагогов и студентов поздравляли с юбилеем и вручали награды. Богатство – это не годы. Богатство – это педагоги и студенты. А здесь работают действительно очень слаженные педагогические и студенческие коллективы. Поэтому не зря именно этот колледж сегодня является одним из лидеров нашего профессионального образования в Алтайском крае. Глядя на этих ребят, понимаешь, что кадровый потенциал у нас есть, что вот они, наши будущие специалисты, руководители, общественные деятели. И, ребят, вы действительно получаете достойное образование, самое главное – актуальное. Желаю вам во всем этом успехов и удачи. С праздником! Кстати, об актуальности. По словам руководителя колледжа, одна из главных задач – совершенствовать пространство учебного заведения. Свои проекты по изменению облика могут предлагать и студенты. Нововведения уже заметны. Библиотека изменилась почти до неузнаваемости, и это только начало. Амбициозные планы и по другим направлениям. Основная цель на сегодняшний день у меня как руководителя – это войти в десятку ведущих образовательных организаций этой сферы в России. Выпускников колледжа уже давно с удовольствием ждут в вузах региона. А многие, еще будучи студентами, резервируют себе места на предприятиях края. Совсем скоро приемная кампания. Промышленно-экономические выбирают сейчас многие. Конкурс по некоторым направлениям составляет 12 человек на место. Здесь это объясняют просто. Колледж современный и продвинутый, несмотря на солидный возраст. Татьяна Голубева, Андрей Печоркин. День с толком. С начала года на Алтае высадили больше двух с половиной тысяч деревьев. Самые важные территории для лесовосстановления – Первомайские и Угловские районы, которые чаще всего страдают от пожаров и засухи, и территория Салаира. Об этом сегодня рассказали в Министерстве природы края. У нас определено конкретный объем. То есть 7 тысяч 210 гектар ежегодно у нас объем лесовосстановления. Вот на этой площади мы должны провести мероприятие. Из них три с половиной тысячи мы должны посадить, то есть искусственное лесовосстановление. Начиная с 19-й, 20-й, вот такой объем мы будем каждый год делать. То есть если в прошлом году было три с половиной тысячи гектар, посадки в этом году тоже самое будет. Кстати, ежегодный план обычно перевыполняют в среднем на полторы тысячи гектаров. В 2021 году в этом плане существенно помогает акция «Сад памяти», которая проходит на территории всего края. Специалисты подчеркивают, что Алтай уже не первый год является одним из лидеров по лесовосстановлению в регионе, в том числе и по искусственному созданию лесных культур. Гоголь на языке жестов. Впервые за полвека в Алтайском музыкальном театре ставят громкую премьеру – балет. Названию постановки не менее интригующее – «Вий». Чистые души в белых одеждах. На сцене музыкального театра – артисты балета. Уже второй месяц репетируют постановку по мотивам повести Николая Гоголя «Вий». Пластические спектакли эта сцена вспоминает после долгого перерыва. Их не ставили уже полвека. В Алтайском крае, конечно, ставятся балеты, но они больше малые формы. Одноактные, а здесь полноценный двухактный балет. И поэтому изюминка будет, что не задействуются ни актеры, ни хор, никто. Только артисты балета. Для этого спектакля зрителям придется подготовиться. Морально, чтобы быть готовым к новым форматам повествования. Языком жестов зрителю рассказывают о борьбе добра и зла, о любви и перипетиях. Помимо тела, эмоции раскрывают и костюмы, которые специально отшили для постановки. Очень много задач у костюма именно балетного спектакля. Когда у нас есть слово, когда у нас есть песня, когда есть какой-то такой стих, нам проще выразить, ну, нам понятней, внятней выразить какую-то эмоцию. И когда у нас этого нет, и у нас есть только тело и, грубо говоря, костюм, средств выразительности меньше, но одновременно они какие-то острые, понятные каждому. Будет ли постановка так же в хорошем смысле пугать зрителя, как советский ВИИ – одна из главных интриг. Но ограничений для просмотра нет. Премьера балета на алтайской сцене 10 июня. Анастасия Бертенева, Валентина Аскерова, Алексей Фризин. День с толком. А на этом у меня все. Спасибо всем, кто нас смотрит не только по телевизору, но и в социальных сетях и на Ютуб. Для вас работает телефон нашей редакции 205-545. Подписывайтесь на нас, ставьте лайки, участвуйте в обсуждениях. А через несколько секунд о погоде. До встречи! Субтитры создавал DimaTorzok